Перед дежурством горячий чай с травами и сладости. Впереди два часа работы на морозе. Много людей я ценила, которые выходят прямо так, лайк, ну как бы спасибо, прямо ходят с машины, там спасибо, спасибо, там руки жмут. Даже, знаете, как бы интересно этим заниматься. Жизнь семьи из Гарышевых изменилась неделю назад, когда Владимир решил стать добровольным инспектором дорожного движения. И начал по вечерам разруливать потоки автомобилей на дороге от 4-го моста в Николаевку. Смотрим, женщина просто не может забраться, сзади мужики кричат на нее, спереди, там, типа, куда лезешь, она ревет, ну, детстве-то некуда вообще. Все давай толкать, как бы, ну и все, с того момента, как бы, и пришла идея, как бы, помочь, вот, как бы, вот, помогаем. А в связи с помощью нам даже люди, как бы, ну, начали, там, проезжать, там, даже 5-10, там, кто-то 50, вчера вообще мужичок 500 рублей дал, представляете? Вот за этой дверью находятся наши помощники, которые нам, собственно, и помогают. Теперь маленькая кладовка в однокомнатной квартире превратилась в склад дорожных знаков. Их супруги сделали сами. Взяли несколько кусков пеноблоков и раскрасили гуашью. Каждый день берут их с собой на дежурство. Это вот мы сами сделали. И приколотили все это надо. И прикрутили, и приколотили. На посту Владимиру помогает жена Вероника. На улице худенькая девушка мерзнет быстро, но все равно вот уже 5 дней ходит на дежурство вместе с мужем. Эта девушка, она, откуда я, да, она. Хочу выразить ей большую благодарность. Я очень счастлив, что такую встретил вообще, как бы, на своем пути. И я люблю ее очень сильно. Штаны на синтепоне, шерстяные носки и валенки. Владимир укутывает жену и утепляется сам. Правда, говорит, в сильный мороз после двух часов на улице даже в валенках ноги мерзнут. И вот, в этих штанах, можно сказать, без курки можно выходить. Наслуживаем. По дороге в Николаевку Владимир Исгарышев капывает в снег рисованные знаки. Правда, вчера один знак украли, сегодня пришлось рисовать новый. Вот он правильно ест. Вероника дежурит на горе. С мужем переговаривается по рации. Регулировщики из Исгарышевы по очереди сообщают друг другу о скопившихся машинах. Вероника ни правил дорожного движения, ни марок машин не знает. Вся надежда на мужа. Там две красненькие едут последние. Да, Вероника. Принял, ждем. Я ее понимаю с полуслова. Внизу за машинами следит Владимир. Он пропускает автомобили в гору, когда Вероника останавливает встречный поток наверху. Аварии на этом участке происходят регулярно. Автомобилисты просили поставить здесь светофор и подсыпать скользкую дорогу песком. Но ни того, ни другого не дождались. Поэтому-то так благодарны за помощь семье Исгарышевых. Вот уже неделю по вечерам здесь нет пробок. Да и в гору подниматься не так страшно. Все потому, что сотнями автомобилей рулит хрупкая девушка на горе. И ее решительный муж на въезде в Николаевку. Национальный герой. Здесь постоянно пробка собирается. С регулировщиками гораздо легче по этой дороге ездить. Спасибо им большое.